Это заголовки новостных сайтов из соседних регионов. Там мужчины ринулись в охотничьи и рыболовные магазины. В первый же день мобилизации стали скупать камуфляжную одежду, рюкзаки и теплые вещи. Это самый бюджетный, самый минимум. Плюс сюда надо добавить нож, фонарик, два маркера белый-черный, носки, три пары летних, две пары зимних. Сегодня волна повышенного спроса на армейские товары докатилась и до нашего края. В связи с последними событиями в сети интернет появились новости, что люди скупают в охотничьих магазинах всякие разные камуфляжные костюмы, термоноски, термовещи, спальники, рюкзаки и всякие теплые вещи. Мы решили проехаться по некоторым магазинам в городе Барнауле и проверить, так ли это на самом деле. Администрация одного из магазинов Барнаула говорит, на камеру отказалась, но устно поделилась. Спрос на военную одежду вырос и сильно, примерно раза в три. Самый большой наплыв покупателей в утренние часы, сразу после открытия магазина. Причем приходит много тех, кто не получил повестку. Собираюсь ехать на спецоперацию. То есть пришла повестка, да? Ну, не точно, но ожидается. А что надо прикупить с собой, что ищете здесь? То есть, ну, рюкзак, как я понял, да, уже? Рюкзак. А что еще? Натильное белье. Термобелье, да? Термобелье, да. А спальники, камуфляж, костюм были в городе? Нет, там говорят, выдадут. Кроме камуфляжного костюма я собираюсь купить рюкзак, естественно, спальный мешок, куртку, сапоги. Если придет повестка на мобилизацию, то я уже буду готов. Ходят слухи, что ничего не выдают и приходится закупаться заранее. По словам сотрудников магазина, полки пустеют очень быстро. Некоторые покупатели весьма взыскательны. Тщательно выбирают расцветку ткани, но есть и такие, которые максимально практичны. Выбирают подходящий товар и независимо от его стоимости идут на кассу. В других магазинах снимать на камеру нам не разрешили. Но везде подтверждали, что спрос на армейские товары сегодня ажиотажный. Сотрудники торговых точек не исключают, что скоро полки могут опустить. Если спрос не снизится, поставки могут не успевать. Так, в одном из крупнейших охотничьих магазинов Барнаула ближайшее пополнение армейских товаров ожидается не раньше, чем через две недели. Что касается цен на товары, администраторы уверяют, что поднимать их не будут. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.